Приветствую всех! Поистине, как Михаил Яковлевич сказал, с Иисусом Христом легко и хорошо. Благодарность Богу и вам, что Он объединяет нас по местной церкви и дает возможность для служения в различных ее отделах. Особая благодарность за участие в миссионерском служении, где мы активно участвуем в нуждах святых. Как в Мексике, мы закончили очередное строительство церкви и осветили здание для служения. В Средней Азии мы активны в служении в Репцентра. Поддерживаем миссионеров в Сибири, приняли участие в сборе продуктов, вещей для контейнера на Украину. В Америке поддерживаем миссионера по уличной евангелизации, а также и другие нужды. Сегодня Бог чудным образом открывает для нас новые Нивы на Кубе. Духовное пробуждение костумнулось и этой страны. На многих примерах мы знаем, это благословенное время не будет долгим, поэтому спешим поучаствовать в великом поручении Христа. Идите, научите все народы. Наша ближайшая цель – собрать деньги и приобрести участок земли для строительства библейского центра с классами по ее изучению, по библейскому изучению, по изучению Библии. Также нам предстоит подготовиться к строительству, приобрести инструменты, машину по изготовлению блоков. На Кубе с этим все очень плохо. Там совсем нет инструментов, нет материалов, поэтому все эти материалы необходимо заранее подготовить и привезти туда. В команду, работающую над Кубинским проектом, входит пастор Алексей Савин, Андрей Савин, Суламита Майер, Виктор Медвец, а та же я, Авель Дамьян. Если у вас есть побуждение, присоединяйтесь к этому проекту, подойдите к любому из нас. Пусть Господь благословит вас молиться за пробуждение на Кубе и быть посильным по мере силы и возможностей. И те, которые уже открыты и имеют желание поучаствовать в этом служении, если вы выписываете чеки или кладете какое-либо пожертвование, пожалуйста, указывайте на что конкретно, вот в данном случае, если на Кубу, то пометку, что для Кубы. Спасибо за внимание.